15 сентября в заказнике Журавлиная Родина прошел ежегодный 23 по счету праздник прощания с журавлями. Сентябрь для проведения этого зрелищного фестиваля выбран не случайно. В это время на полях и болотах Талдомского района журавли собираются в миграционные скопления перед отлетом к местам зимовок в Северной Африке. Поэтому гостям праздника предоставляется уникальный шанс посмотреть на этих грациозных птиц, а также принять участие в экскурсиях по болотам, полям и лесам заказника. Биостанция заказника Журавлиной Родины находится в деревне Дмитровка Талдомского района. Эти места изобилуют болотами, полями и глухими лесами, то есть тем, что необходимо для скопления журавлей. На биостанции нас встретила бессменная руководитель заказника Ольга Гринченко. Она показала нам музей ядовитых растений, торжественно открытый 8 сентября этого года. Он появился благодаря финансовой поддержке компании Русгидро. Музей разместился в избушке на курьих ножках, необычном арт-объекте, недавно возведенном на территории биостанции заказника. 23-й раз у нас фестиваль. Был он придуман моими подругами, я в то время была в декрете. Они ездили в Америку, там научились, там принято проводить такие фестивали. Они работали, стажировались в Центре спасения журавлей и привезли оттуда вот такую интересную фишку. Мы стали здесь проводить. И очень интересно, что наш праздник, он изначально был посвящен дню рождения заказника. У нас же 7-го числа день рождения заказника. А потом как-то получилось так, что это было уже объявлено международным днем журавля. Очень любопытно. В этом году 23-й фестиваль журавля собрал более 450 человек. К полудню гости собрались на биостанции в Дмитровке. Их приветствовала заместитель главы Талдомского района Светлана Фурсова. Она отметила значимость фестиваля для туристической сферы района. Директор заказника Ольга Гринченко рассказала о программе праздника. В этом году было решено провести его, как обычно, в трех местах. На смотровой площадке в поле, в музее болот и на бобровой плотине. С посетителями работают опытные экскурсоводы. В следующем году у нас будет 40-летний юбилей создания заказника. Он в 79 году создан. И с тех времен уже, с тех пор, становимся уже все более и более известными. Естественно, мы проводим работы со школьниками, со взрослыми. У нас постоянно идут экскурсии, как видите, там автобусы ездят. И весь сентябрь, пока здесь держатся журавли на предотлетном скоплении, у нас приезжают люди. Люди уже сами интересуются. Приходят на сайт, записываются на экскурсии. То есть родная природа, наша подмосковная, людям интересно. И в свое свободное время люди приезжают сюда, чтобы увидеть этих замечательных птиц, журавлей на пролете, потому что они скоро уже улетят на юг, и до следующей весны мы их не увидим. Ольга Гринченко отметила, что в связи с жаркой погодой северные журавли не торопятся в Талдымский район, поэтому число журавлей значительно ниже, чем в прошлом году. Гостей фестиваля приветствовали фольклорные ансамбли «Семечки», «Благовест», «Вересень» своими задорными песнями и плясками. Журавлей в долгий и сложный путь дети и их родители. В заказнике принято кричать им вслед «Прощайте, матушки, свидимся». Директор заказника Ольга Гринченко считает, что поддержание популяции серых журавлей во многом зависит от состояния сельского хозяйства. Если нет кормовой базы, то птицы будут искать новые места для предотлетного скопления. К счастью, у сотрудников заказника в Талдымском районе наблюдается некоторое улучшение обработки сельхозземель. Ольга Гринченко также сообщила, что до 2020 года здесь будет организован природный парк.